здравствуйте это канал максимадзе и сегодня я буду комментировать короче говоря есть такой один достаточно известный блогер по играм denis major канал denis major вот собственно говоря его канал очень рекомендую кстати он снимает обзоры на разные игры также несколько раз в неделю стримит игры ну и собственно говоря 150 или сколько там у него 1000 со 129 тысяч подписчиков у него реально много чего положительного о нем сказать могу один из моих любимых ютуберов смотрю его уже больше пяти лет и собственно говоря он также играет в игры про марио и по нинтендо там много чего ну и впрочем да и по другим консолям тоже короче говоря это стримы по играм для нинтендо switch и я ему уже давным-давно предлагал тоже вот поиграть посмотреть вот в эту этого супер марио брос я в эдишн который который я уже вам тоже много раз показывал что я его там создал показал как на каком редакторе я делал обзор на этот редактор так что посмотрите обязательно может вы даже захотите сами игру сделать тоже ну и собственно говоря на этом стриме он впервые наконец-то запустил эту игру и сейчас мы вместе с вами посмотрим как он в нее поиграл собственно говоря denis major он вообще профессионал по и вот этим делам по нахождению минусов и плюсов в играх все его обзоры очень интересные минусы он и в он в графике умеет находить минусы в импут лагах фига лагах и так далее давайте посмотрим началось все вот на этом стриме я ему отправляю я ему последнее время отправляю донатами потому что народу довольно таки много и то что он ответит в чате он старается читать чат но шансов то что он в чате ответить не так уж и много вот в донатах он гарантированно ответит поэтому я ему отправляю донат то ли можно что-то здесь приобретет максимально спасибо его привет посмотрел нет блин слушай я сейчас зайду и скачаю слушай максим от выложи пожалуйста во вконтакте в предложку и напиши мне я прям сейчас скачаю ну погляну потом все равно но хоть скачаю сейчас вот это вот это меня восхитило вот это прям под по-доброму он он сейчас ответил я на предыдущем стриме ему еще напомнил посмотрел ли он мою игру или нет он сказал забыл и извиняюсь что забыл вот реально я хотел посмотреть но реально забыл посмотрю ну и вот я собственно здесь напомнил и здесь он тоже не посмотрел вот говорите прямо сейчас скачаю собственно на этом стриме немного поиграет ну предложка я отклоню просто чтобы спасибо за донат но собственно говоря я у него в группе после этого да сразу же предложку эту сделал скинул там ссылку не могу попасть активы я не знаю что вот это за игра на самом деле так и тут даже в чате пишут давай сейчас его игру глянем подписчикам очевидно интересно и над скачать у меня просто сейчас и у нас а нет здесь я был надо на другой комп ее ставить уж она на ком на консоль было бы проще так пролистаем чуть-чуть где надо строй так пролистаем это робота он сдох где-то здесь он короче сейчас насчет играть не может быть так что давайте я пересмотрю поддерживать да он кстати меня он мне кстати еще пару лет назад спрашивал поддерживается ли в игре геймпад что ему удобнее на геймпаде но он просто на пока редко играет в основном играет на консолях но и да там можно геймпад подключить правда там надо задавать управление в настройках игры ну давайте короче так будет гораздо проще чем хромакея вот у него как вы видите тоже так стрим еще не вылетел вы еще со мной да да там можно геймпаду да я в чате написал можно геймпад хорошо так сообщение вот как задать вопрос в группе подожди я вижу только вопрос а это в другом месте предложки предложки да вот предлагаем ага сейчас скачать собственно говоря я завтра кстати планирую стрим по этой игре произвести я еще в сообществе пост об этом оставлю руководство по игре на русском языке а это он уже скачал этом в архиве руководство на английском и на русском было работы но но считать правда не стал потому что это так первый осмотр был просто он не планировал особо играть он так посмотреть сошел но здесь он играет прямо вот в первый раз и это интересного что он прокомментировал вот он уже запустил игру запустил на успока он просто через программу для стримов оба с может быть может не убес но наверное оба с там захват окна тоже выбрал поэтому она тут отображается вот так вообще кстати в 2018 я еще публик публиковал при альфу альфу 1 на альфу 2 вот он их тоже играл так чуть-чуть посмотрел говорит что говорил там довольно низким пудлак довольно удобно играть но еще круто что не надо устанавливать под там под я у никаких мулянтеров все такое но тут он явно давно не играл и поэтому как будто в первый раз оценивает сбросить трансформацию получится проверим марио гейм ой не тот геймпад сорян а чуть не работает геймпад а вот такой он короче думал что там сразу будет работать им по что ничего не надо настраивать но можем сейчас попробовать чуть-чуть если заработать я кстати удивился что он прям на этом стриме решил поиграть не надо чтобы нет денис сорян за текст хотел сказать что судьба мне через ключ подарила доступ а все они только кнопку прошлый раз нажал койчей а я чё по звуги почему меня подключен точно вот я им листаю в приложении а в этом он подожди м дж я не знаю вот помнием сейчас попробую перезапустить вот я там пишу что надо настройках игры задавать управление и без дайка и разархивируя просто за все запустил как бы по идее венди пофиг наш все равно память не дома разы разахивать конечно стоит если не разархивировать там не будут сохраняться настройки управления и звука но геймпад а так работать будет и без архива задать управление надо блин ну это сложно что не сделал чтобы оно само то блин но тут конечно и я немного удивлен сложно на самом деле во-первых не очень сложно во вторых ну во многих играх надо под геймпад задавать управление ну в играх на пока в смысле но ничего ничего да вы что-то видеть вот сайт controls и там надо задавать уже где у меня где на вот она set controls input девайс input девайс и там короче выбираешь устройство которое подключено пока вот так настраиваются кнопки ну и старт так чё еще здесь go fullscreen mario game джабло побегай видим но звука нет блин услышите вот я впервые наверное такое ощущаю вот реально так вот необычное необычно так вот чувствовать такое чувство от радости когда какой-то известный блогер играет то что ты создал сам вы дорогие подписчики это многое из вас уже это узрели когда я снимал ваши моды на когда соседа а вот я впервые такой такие эмоции испытываю тем более играет не просто там какой-то блогер с у которого мало подписчиков как я этот довольно таки крупный блогер у которого 150 тысяч он профессионал по обзорам игры все такое все теперь есть дополнительные миры ну как классические миры как обычно так стендарт молот приплы а что за приплы приплы им это режим в котором можно выбрать любой уровень я ему много особенностей игры рассказывал донатах но он видимо не особо запоминал он тут в этом на этом стриме и такое чувство что вот я ему говорил с участие что он как будто 30 fps работают режиму что это можно выбирать любой уровень видимо под видимо немножко подзабыл но ничего ничего 30 fps помню все у меня экран 144 герца вот здесь но вот здесь кстати на вот этом стриме у него она да работает немного медленнее чем должна быть так там 60 кадров работает ну если если компьютер не супер пупер слова прям классический уровень да это первый уровень с первого супер марио хотя немножко странно физика ощущается геймпад input laga вроде нет но как-то она не так играется как в оригинале вот именно по ощущениям геймпада не ну вот здесь да и вот здесь я полностью согласен я сам пробовал тоже на геймпаде играть и на эмуляторе в обычной нес и вот в эту игру да там немного по-разному можно прочувствовать это все здесь немного отличается но привыкнуть можно по-любому а я чё такое а чекпоинт типа его нужно подобрать именно да такие вот чекпоинт я туда вставил здесь у него да реально почему-то она чуть-чуть менее плавно работать чем должна быть понятно так то она быстрее должна работать но не м воде в чате пишут максимации ты изобрел марио брос мне не изобрела так фанатский такой портка что лентина я вижу то есть он принципе даже если с 8 битки запустить который на самом деле любой может мог сделать но максимация сборку сделал сборку вот как это закета понимаю не очень где-то опубликовал тоже хочу были not как приятно чувствовать что нравится людям игра блин вот я когда это говорю такой такое чувство неприятно настигает как не понравилось подписчикам когда я говорил что у них моды плохие но были такие люди когда моды были плохие на мой взгляд им не нравилось что я так говорил обратный порт обратный джиниринг опубликовал у нас группе не совсем серия сесс нафиг не нужны снимают воде но почему нужен да опубликовал его не буду признать или все версии без него пойдем в этом гейм луиджи гейм про то же самое но луиджи просто то же самое луиджи да классические миры из тихо распространяем быстрее пока не засудили дан об этом кстати попозже мы говорим экстремеры что за экстремеры это реально наверно самое интересное в делюкс версии сборка на джаве работает а если конструктор я не знаю там кто-то писал я такой не знаю конструктор да тот самый конструктор которую я которую я недавно делал обзор редактор марио так я помню что это вот так вот делать а это нельзя брать не люблю вас появился ну да один денис мейджор никогда не был фанатом lost levels потому что уров уровне на его взгляд очень сложные но они они реально очень сложные конечно но если тут освоится прям очень хорошо то можно принципе проходить можно научиться проходить вполне луиджи панк зелеными волосами блин вот да ай е в росту купа трупа летающий купа трупа ой подожди а здесь что да да там нет флажка надо прыгать в трубу это уже второй уровень типа это типа сразу следующее идет то есть это вся игра без флага просто да да вот как раз таки денис мейджор 2016 году делал видео пара самым различным хаком и по обычному оригинальному супер марио брос вот там много хаков показала один из хаков назывался тайм атак супер марио брос там короче была миша мешанина из разных уровней оригинального супер марио давалось очень много времени на ее на всю ее прохождение все это мешанина и собственно говоря и при смерти всю заново надо начинать собственно говоря идея как раз таки этого режима тайм атак была взята с того хака но я помимо супер марио брос оригинального добавил еще лос-левелс и спешил запускал недавно и и как раз падал к нему и ремонтов и добавно вышло что проблема оказалось что за ляп ха 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 блин вот это вообще прикол судя по тому что это марио стоит фул прайс и так понял да не она нисколько не стоит бесплатно распространяю если бы я это продавал меня бы давно бы у ниндэ должен засудила то что типа я их группу продают какого фига нет конечно а понятно луиджи да марио фул прайс на джава игры снимаешь шляпу он просит снять кепку ну кстати говоря для тех кто не знает он на своем канале делал какой-то обзор про то ли шлем виртуальной реальности то ли очки виртуальной реальности от playstation что-то и там он короче был без кепки он он был лысый там да и делать ты про майнкрафт никогда не слышал да впрочем его можно не только в том видео лысому видеть можно в вк увидеть можно еще просит там же и и про майнкрафт не слышал и про мобильные игрушки для телефонов двухтысячных я люблю эти телефоны двухтысячных иногда просто вопрос зачем мы еще донат самое и чё-то непонятно глину руководство да но я сейчас не буду так плотненько о супер марио здесь кто-нибудь в курсе как супер марио брос 2 пройти первого босса я так понимаю это в американском супер марио брос 2 надо но там надо ловить яйца и кидать их босса вот так я думаю сейчас все равно под конец на джава были игры на телефонах они сейчас есть ну ну да есть такие телефоны которые продаются до сих пор но их мало уже кто покупает пенсионеры в основном одну игрушку я хотел показать из дичь на свитч а то у нас тут но по моему их не делают уже давно просто наконец качал телефон в тех игры на компе был актуально уже так ну понятно вот у нас сборочка так что кому надо на пока марева в принципе наверно лучше чем на эмуляторе будет так ну все тут он перестал играть короче уже ну и тут давайте тут где-то я тут мы еще кидал донат где спрашивал какое мнение мнение там у него про эту игру из того что он сейчас посмотрел где тут а нет нет это не так нет стоп а это я здесь так с правами беспокоиться абсолютно незачем страйке присылать ну короче говоря я тут говорил что отказ и он в 2019 по моему я ему предлагал он отказался что скорее снимать не будет и это была одна из причин по которым я делюкс версию создал думал что ему там мало просто того что было в игре что уровне из оригинала слов стоялась больше ничего поэтому и сделал но на самом деле причина была не в этом он он опасался того что там может страйк прилетит что типа игра нинтендо но на самом деле тут и но вот на самом деле ему прислать страйк точно не за что он потребитель а не создатель игры ну и вообще тот редактор на котором который обозревал он одобрен нинтендо поэтому мы не тоже не за что присылать страйк вот я тут тоже это написал так что в принципе тут никаких с этим проблем быть должно так где тут следующий донат вот здесь там редакторы разрешается писать своими все таки моя работа там тоже есть но и нинтендо там тоже написано по пункту да я я конечно же написал там нинтендо ну и в руководстве я кстати на всякий случай этот дисклеймер отказ от ответственности написал кодил совершенно твою молять не буду но буду надеяться на мой взгляд игра очень подходит для стрима кстати как тем не не пока из того что сегодня видел спасибо за донат но смотри из минусов могу отметить что то что геймпад сразу минус яйца потому что не кажется все таки тема довольно стандартная что многие геймпады были наградим марио не но здесь я не совсем согласен во многих играх для пока если подключать геймпад надо задавать управление есть конечно который не требует но в основном большинство по моему требуют задавать управление потому что геймпады разные бывают игра не может было быть адаптирована под любой геймпад на клаве мне кажется не очень удобно ну смотря для кого мне вот удобно но он у нас есть мейджер нас на консолях просто играет на пк снова особо не играет хотя бы стандартный профиль геймпада рассмотреть а у меня просто по стандартному профилю работает кажется это нужно плюс каким микрофон пропал второй минус что когда по моему была настройки геймпада там явно по разрешению надписи как-то были от самой ну и там видно было некоторые надписи в меню например там черточка перечеркивает слово хотя слово работает то есть это активный меню я там по-моему такого не было там единственное что было это то что название геймпада целиком не помещается в экран у нас за пределы экрана выходит но тут ничего с этим поделать нельзя кто знал что у него так длинно по-длинному называется геймпад перечеркнут ну и третий момент что пока не совсем понятно с производительностью потому что что-то у меня было что ну как бы дергалась картинка то есть не очень плавно ну да но вот здесь вот здесь да но так она быстрее должна работать у него у него что она обнимание плана было может из-за того что программа вот эти все открыты стримы так далее не было так то она плавнее все равно работать немного из плюсов то что сборка такая ультимативная то есть принципе если знаешь как вот сейчас там выходят сборники там квинт соника не просто там сборник ромов а именно сборник отдельно там допустим соник или еще чего-нибудь и там туда пихают всякие там возможности да как там эту игру там что-то сделать там и либо сраж или еще что-то здесь конечно по возможностям у тебя прям полный фарш и оригинал есть и самое и все остальные возможности да это на свече графон такой да ну вот туда вот но сборка мне это называть честно говоря в голову не приходило это я бы сказал вообще это порт изначально был порт и усовершенствованный оригинал и лос-телес а потом вышла делюкс версия который включает в себя еще супер марио бро спешилы еще дома набор фантастических моих уровней вот так вот это можно назвать ну в принципе денис мейджором так молодец все-таки частично сделал то что я хотел ну так он в принципе не планировал тут долго в ней играть я думаю если может ему на стримах по заявкам предложить сыграть или может быть если он замутит стрим на пк иногда такое бывает тоже предложить я думаю не откажется потому что это будет в тему ну а так раз уж минусы и плюсы в принципе я в принципе и соглашусь но кроме геймпада там там спорно по поводу геймпада ну а так вот принципе во всем остальном с денисом мейджором согласен на сегодня закончим вот так вот я прокомментировал как денис мейджор сыграл в моего марио собственно говоря на сегодня все подписывайтесь на канал дениса мейджора подписывайтесь на мой канал ставьте лайки подписывайтесь на группу вконтакте и всем пока пылесоса а а Субтитры сделал DimaTorzok